МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллеги, всем добрый день. Я рад, что эта компания закончилась. Она была для нас удивительно тяжелой, крайне нервной. И я очень рад, что, не взирая на все эти трудности, которые Ассоциация «Голос» испытывала в ходе подготовки к выборам. Вчера, тем не менее, в большинстве регионов мы смогли эффективно отработать, и наши представители в течение дня наблюдали, как идет голосование, как идет подсчет. План у нас будет такой. Вначале Андрей Юрьевич подведет итоги вчерашнего дня, даст основную статистику по работе наших представителей. Затем Лилия Васильевна Шибанова, исполнительный директор, подведет общие итоги компании. И Кать Юрьевич Любарев там тоже сделает свои дополнения. Значит, что могу так сказать? Совершенно очевидно, что вот тот результат, который мы сейчас имеем, фактически уже можно сказать, что он почти окончательный. Вот эти 49 примерно процентов парки «Единая Россия», совершенно очевидно, это лишь подтверждение всего того, о чем говорили эксперты в течение выборов последних двух лет, когда анализировали электоральную динамику, невзирая на все имеющиеся в стране электоральные тенденции. Нас шельмовали, нас говорили, что мы якобы что-то неправильно сравниваем, что нужно сравнивать там не с Госдумой 2007 года, а с выборами 5-6-7 летней давности и так далее. Время все расставило на свои места. То, что произошло вчера, оно подтвердило, что тот анализ экспертов, который давался весной, который говорил о том, что ситуация для «Единой России» непрерывно меняется в худшую сторону, и падение реальных рейтингов, она все чаще вынуждена замещать различными манипуляциями, время показало, что эксперты были абсолютно правы. И сейчас всем тем, кто поливал в течение всех этих месяцев и даже последних лет нас грязью, на мой взгляд, в этой ситуации сказать совершенно нечего. Мы прекрасно понимаем, что с учетом того огромного количества информации о нарушениях, которые мы имеем по подготовке к дню выборов, по самому дню голосования, это многочисленные данные об организованном подвозе избирателей, о голосовании под крепительным удостоверением, о прямых вбросах, о нарушениях при подведении итогов в самих избирательных комиссиях. Совершенно очевидно, что даже эти 49%, которые даже по сравнению с выборами Госдумы 2007, это падение на 15% вниз, припад Единая Россия, даже это завышенные результаты. Потому что если мы произведем очистку данных от всех электоральных наслоений, от фальсификаций, мы увидим, что реальные результаты, конечно, существенно ниже. Особенно это хорошо видно по тем регионам, где электральный контроль традиционно более силен. Это такие регионы, как Свердловская область, как Иркутская область, как Приморский край. Там Единая Россия балансирует на уровне 30%. Я абсолютно убежден, что это и есть сегодня ее реальный живой рейтинг. Я потом после Андрея Юрьевича и Ильи Васильевна скажу отдельные соображения по поводу наиболее интересных результатов по регионам, что мы сегодня имеем. А сейчас предуслово Андрею Юрьевичу Бузину. Пожалуйста. Я очень кратко остановлюсь на той информации, которую мы получили, несмотря на нежелание наших оппонентов видеть нас в публичном пространстве, несмотря на то, что вчера весь день, начиная с раннего утра, не работал наш сайт и не работала карта нарушений, которая, как вы знаете, является таким открытым источником, то есть на нее, когда сообщают сведения, сразу они публикуются в интернете, за что нас, между прочим, часто упрекали. Но мы сразу говорили о том, что это непроверяемые сведения. Тем не менее, у нас работала горячая линия, и за вчерашний день и за сегодняшнюю ночь мы получили на горячую линию более полутора тысяч сообщений из разных концов России. Причем эти полутора тысяч сообщений это не количество звонков, это количество сообщений, размещенных на нашей горячей линии, поскольку половина приблизительно, ну, по моим оценкам, около половины звонков наши модераторы отвергали, по той причине, что они были во многом бессодержательные, размещали только содержательные сообщения. Так вот, полторы тысячи сообщений о нарушениях, скажу прямо, значит, еще раз повторю, непроверенных, но сообщений о нарушениях, и думаю, что даже если часть из этих сообщений является истиной, насчет подтвердиться не скажу, потому что подтверждать это будут следующим образом. Центральная избирательная комиссия будет запрашивать нежестоящие избирательные комиссии, скажите, а было ли такое нарушение, и будет получать по лестнице избирательных комиссий соответствующий ответ. Конечно, такого нарушения не было. И через месяц они опубликуют так называемую «зеленую книгу», в которой будет написано, что нам поступило 450 жалоб, из которых подтвердилось 10%. Ну, например, подтвердилось нарушение, что плакат о кандидатах висел криво на стенде. А я вчера, между прочим, был в одной избирательной комиссии, в своей, где я голосовал, и увидел, что там вообще не было информации о партиях и кандидатах. И таких сообщений довольно много, но это мелочи. Это, конечно, мелочи по сравнению с теми грубейшими нарушениями, которые наблюдались на некоторых избирательных участках, связанных с изгнанием наблюдателей за то, что они добросовестно выполняли свою работу. Таких нарушений достаточно много. Как только наблюдатель начинает говорить о том, что он видит нарушение, его удаляют под любыми предлогами. Это нарушения, связанные с нарушением прав наблюдателей в принципе. То есть им не дают возможность следить за подсчётом голосов, хотя в законе... Почему это нарушение? Потому что это формальное нарушение, нарушение буквы закона. В законе чётко написано, что где должен находиться наблюдатель и каким образом он может смотреть все отметки в бюллетенях. Тем не менее, и это не соблюдалось. Вот это вот массовое изгнание наблюдателя, оно, конечно, говорит о том, что в части комиссии просто невозможно было общественное наблюдение и ставит под большое подозрение те результаты, которые в этих комиссиях были. Сама по себе структура нарушений, естественно, менялась в зависимости от периода дня голосования. Сначала речь шла о том, что наблюдатели не пускали. Сначала речь шла о нарушениях, которые допускались до открытия участка, потом в процессе голосования. Вот в процессе голосования отмечу два основных, пожалуй, нарушения, судя по нашим данным, которые к нам приходили на горячую линию. Это массовое, массированное голосование с помощью открепительных удостоверений и, пожалуй, то, что в списке очень много сообщений было связанных со списками избирателей. То в одних списках нету каких-то избирателей, в других списках, наоборот, существуют избиратели, которые давно умерли. Получился большой скандал, как мы и ожидали и предупреждали Центральную избирательную комиссию, с голосованием граждан, которые имеют временную регистрацию, а не постоянное место жительства. Тоже очень много подобного рода сообщений. Ну и, наконец, после закрытия участка количество нарушений еще больше увеличилось. Связано это просто-напросто с тем, что этот этап, этот период, он лучше, более точно, более конкретно, точнее, описан в нашем законодательстве по сравнению с другими этапами. И здесь было и несоблюдение по этапности подсчета голосов. То есть, там закон требует, чтобы сначала гасились бюллетени, потом уже считались данные по списку избирателей, а потом уже вываливались, извлекались из ящиков, сами бюллетени и подсчитывались. Если вы нарушаете этот этап, у вас нет возможности проконтролировать правильность подсчет по той причине, что тогда будут подгоняться контрольные соотношения. И эти нарушения, и особенно важные нарушения при подсчете голосов, нарушения 14 и 18 пункта статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях, которые говорят, что бюллетени надо предъявлять, их надо оглашать, и их надо при подсчете в рассортированных пачках перекладывать. И эти нарушения, и нарушения особенно опасные, когда отказывались выдавать копии протоколов, и сначала эти копии протоколов обещали проверить высшестоящие комиссии, а оттуда уже могли прийти любые другие данные. Это нарушения, которые повторяются из года в год, и которые ответственны за то, что мы имеем очень часто вот такие прямые фальсификации. Вот даже этот этап, даже этот этап избирательной кампании и наши избирательные комиссии, а если быть точнее, все-таки организаторы выборов, потому что избирательные комиссии во многом играют у нас декоративную роль, даже этот этап наши избирательные комиссии не смогли провести в полном соответствии с законом. Это же подтверждает и сообщения наших корреспондентов, которые просто-напросто, сидя на избирательных участках, фиксировали в анкетах выполнение тех или иных избирательных процедур. Я не буду сейчас, поскольку времени не так много, потом, может быть, после своих коллег, еще конкретные цифры приведу. У нас в анкетах было около 60 вопросов по выполнению законодательно установленных избирательных процедур. И есть некоторые процедуры, которые не выполнялись в большинстве комиссий по данным наших корреспондентов, а было у нас около... У нас в общей сложности мы посетили около 4 тысяч участков. Наши корреспонденты посетили около 4 тысяч участков на территории России. Все это не позволяет говорить о том, что и последний этап был выполнен в соответствии с законом, и вопреки мнению наших организаторов выборов, точнее, ответственных назначенных за организацию выборов, вопреки мнению псевдо-квази-общественных организаций, которые назначены одобрять наши выборы, и которые в 2 часа ночи сегодня уже выдали свое заявление. Одна из них выдала свое заявление. Такое впечатление, что оно было уже подготовлено. Оно действительно было подготовлено. О том, что выборы прошли честно. Все это нам, по крайней мере, не позволяет утверждать о том, то, что выборы прошли в соответствии с законом, что было достоверно установлено волеизъявления избирателей, и что та Государственная Дума, которая сейчас будет избрана, в полной мере отражает спектр общественных интересов, чего она должна делать. Все, спасибо. Ассоциация «Голос» прежде всего отмечает, что на сотрудников и активистов «Голоса» было оказано беспрецедентное давление как в процессе подготовки ко дню голосования, так и непосредственно в день голосования 4 декабря. В результате краткосрочного наблюдения корреспондентами Ассоциации «Голоса» и на основании обработки около 4 тысяч анкет из 40 регионов России по процедурам открытия, проведения голосования, мы можем сделать вывод, что нарушения избирательных правов граждан идут по наихудшему российскому сценарию. Значительное нарушение многих ключевых процедур выборов это нарушение прав представителей СМИ, наблюдателей, членов комиссии, которая выражается в незаконном удалении наблюдателей и других лиц, имеющих право присутствовать при работе избирательной комиссии. Принуждение к участию в выборах подкуп избирателей. Манипулирование технологиями, связанными с использованием открепительных удостоверений. Нарушение процедур проведения голосования вне помещения. Наиболее значимое нарушение на стадии подсчета голосов. Грубое нарушение при приеме протоколов от участковых комиссий в территориальные. Факты давления здесь перечислены, я не буду их повторять, коллеги, потому что, во-первых, мы вам раздадим их письменно, во-вторых, мы вчерашний день озвучивали практически это все. Но если даже вы посмотрите список, то нет, наверное, ни одного региона, в котором работает голос, где не удаляли, где не допускали корреспондентов. И есть очень интересные формулировки, которые использовались, как бы, по мере того, как удаляли или не допускали наших корреспондентов. Эти формулировки могут звучать таким образом, например, что не доверяют корреспондентам голоса. Вот законодательно у нас есть такое, что можно не доверять наблюдателю и просто его удалить. И так далее. Из тех нарушений, которые фиксировали наши корреспонденты, у нас массовый был запрет фотосъемки. И вот надо сказать, что Андрей Юрьевич боролся с Центральной избирательной комиссией очень долго законодательно для того, чтобы вернуть право просто наблюдателю вести съемку и фото- и видеосъемку на участке. Все-таки добился этого. Но уж у корреспондента святое дело вести фото- и видеосъемку. И тем не менее, запрет на фото- и видеосъемку имеет тоже массовый характер. И то, что мы сейчас можем представить по результатам голосования, к сожалению, я еще раз повторяю, мы объявляли о том, что голос в 20 регионах России подготовил огромную программу по параллельному подсчету голосов. Параллельный подсчет голосов должен был идти по специальной выборке. То есть, это специальная стратифицированная статистическая выборка, которая позволяла бы нам сказать, что на тех участках, где был голос, с 95-процентной вероятностью результаты голосования интерполируются на весь регион или на всю территорию, где мы ведем наблюдение. Вчера ночью мы, естественно, собирали все протоколы и до сих пор мы ведем обработку этих протоколов, надо сказать, потому что часть обработанной, часть еще нет. Но сегодня я могу заявить, что все, что было сделано против голоса, это было сломано, по сути дела, сломано программа параллельного подсчета голосов. То есть мы как только поднимем сайт, мы по каждому региону, где ввели наблюдение, вывесим все данные, буквально все данные наших протоколов. Более того, у нас сейчас наши руководители, ну, как бы сотрудники IT, они создали специальную таблицу, благодаря которой эти протоколы автоматом сопоставляются с протоколами территориальных комиссий, которые уже будут официальными, и красным будут висеть протоколы, которые переписаны. То есть мы вот эти таблицы все разместим на сайте в открытом доступе. Более того, мы предложим политическим партиям воспользоваться нашей методологией и также использовать эту таблицу для того, чтобы они могли сопоставить данные своих протоколов наблюдателей с данными, которые будут официально заявлены в избирательной комиссии. Но сегодня говорить о том, что данные, которые получили мы по Владивостоку, можно сравнивать и как-то сопоставлять с данными официальными, мы не можем, потому что ошибка идет более, ну там даже трудно сейчас сказать, по каждому региону разная, но уже более 10-15 процентов. Ну понятно, смысла мне нет говорить, что, допустим, наши данные такие-то, а избирательные такие-то, если разница, вот сама ошибка уже сегодня зашкаливает за 15 процентов. То есть поэтому, еще раз повторяю, мы будем показывать только конкретные данные. И то, что мы сегодня можем показать вам на сайте, это вот по каждому участку, где был наш наблюдатель, какая реальная картина. Общая тенденция, общая тенденция, которую мы все равно видим, она прослеживается, и я думаю, и Саша готов, наверное, ее озвучить. Ну, знаете, коллеги, я просто пока озвучу информацию, вот мне вот передали, о том, что у исполнительного директора, у заместителя исполнительного директора Ассоциации Голос Григория Мельканьянца, ну, я думаю, часть коллег видела его на пресс-конференции, ну, значит, мне так же передали, у него взломан почтовый ящик, аккаунт, и, соответственно, значит, злоумышленники получили доступ как все внутренние информации, включая персональные данные всех сотрудников, координаторов организации в регионах, и, соответственно, мы опасаемся, что эти данные могут быть использованы для организации всевозможных провокаций и продолжения личного давления и репрессий против наших региональных представителей. Таким образом, хотя выборы прошли, провокации не заканчиваются, они продолжаются, мы это очень хорошо видим. Коллеги, друзья, я вот хотел вам донести результаты своего такого очень поверхностного анализа тех итогов голосования, которые уже известны, то есть, вот то, что я на сайте ЦИКа было на 8 часов 30 минут сегодняшнего утра, эти данные, конечно, предварительные, но думаю, что сильно меняться они не будут, хотя, может быть, по отдельным регионам такие изменения еще будут более-менее существенны, но общая тенденция уже хорошо видна, и я о ней хотел сказать. Потому уже вот прошлые выборы 2007 года показали, что как бы было тогда достаточно в регионах, значит, я сейчас пока буду говорить сначала о результатах по регионам, довольно было однородные по большинству регионов и с выпадением некоторых, так сказать, аномальных регионов. Вот, сейчас эта тенденция как бы усилилась, потому что у нас, значит, 32 региона, в которых результаты Единой России меньше 40%, еще 32 региона, где результаты между 40 и 60% то есть это такие средние регионы, и есть 19 регионов, у которых выше 40%, причем вот, значит, вот между 60 и 70% это Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия, также Кемеровская, Саратовская, Тамбовская и Тульской области, между 70 и 80% это Башкортостан, Татарстан, Тюменская область, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, между 80 и 90% Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесской республики и Тыва, и выше 90% у Единой России результат в Дагестане, Ингушетии, Мордовии и Чеченской республике. Причем, что, ну, также и по явке большинство этих регионов тоже, так сказать, выделяются своей аномалией. Коллег, я могу добавить, что если вы сравните карту явки и карту голосования за Единую Россию, вы увидите, что они накладываются друг на друга. Есть прямая корреляция, чем выше явка, тем выше результат партии Единой России, что говорит о том, что весь процент выше определенного порога достигался путем или вброса, или просто переписывания протоколов. Да, и, кстати говоря, опять, значит, мы понимаем уже, Александр озвучил эту цифру, на 15% уменьшилось по стране результат Единой России, и, естественно, по регионам, по подавляющему большинству регионов он тоже уменьшился, в том числе и по большинству республик, где были аномалии. Но у нас, значит, Тюменская область выросла больше, чем на 3% результат Единой России по сравнению с 2007 годом. Саратовская область там почти на процент. И Тамбовская область на больше, чем на 6% выросли результаты. Ну, Дагестан также немножко выросла, Чеченская республика, где уже и расти, казалось бы, некуда было, но тем не менее. То есть, вот это тоже показатель. То есть, мы как бы и по своим нарушениям видели, что регионы региона рознь, были регионы, где были большие нарушения. Ну, и по электоральной статистике тоже понятно, что были регионы, где в общем результаты голосования и подсчет голосов проходили, ну, скажем так, нормально. Я не могу сказать, что там не было фальсификаций, но, во всяком случае, даже если они были, они были не очень существенные. Это вот те регионы, где у единой России меньше 40%. И были регионы, где, в общем, результат натягивался, по-видимому, всеми возможными или даже невозможными способами. И, кстати говоря, тоже очень интересны данные по Москве. Значит, Москва тоже я успел посмотреть, причем Москва ведь это регион с достаточно однородным электоратом, там не могут быть сильные колебания при честном, так сказать, голосовании и подсчете голосов, а мы имеем колоссальный разрыв, потому что наименьшие результаты у единой России в районе Гагаринский 22%, и наибольшие в районе Нагатино-Садовники 66%, то есть в три раза. Ну, соответственно, конечно, и по другим партиям. Я хочу добавить, что в Гагаринском районе отголосование проходило через комплекс обработки бюллетеней, электронное. То есть там или Каиба? Там или Каиба? Каиба, Каиба. Странно, по моим данным не было. Ну, неважно. В общем-то, во всяком случае, там, где Каибы были, там везде результат где-то не выше 31%. То есть этот, ну, как всегда, подтверждает то, что Каибы считают честно. Их, конечно, можно с помощью каруселей как-то, так сказать, повысить явку, но это все не слишком эффективно. Вот. И, соответственно, там, естественно, тоже явка сильно различается по районам Москвы. То есть, значит, это самое низкое. Сейчас, где-то у меня было. Вот. И, значит, ну, собственно говоря, сейчас еще два слова скажу. В принципе, значит, ну, вот наши партнеры, гражданин-наблюдатели, они вели свое наблюдение, наверное, ну, они сами подведут итоги, но уже вот то, что в блоге написал Дмитрий Орешкин о том, что первые данные показывают о том, что результаты Единой России по этим участкам где-то ненамного выше 20%. Дмитрий Иванович Катаев привел данные своего участка, где Единая Россия заняла четвертое место после КПРФ «Справедливая Россия» и «Яблоко». То есть, вот, как бы, ну, я думаю, что в течение ближайшего времени мы оценим все результаты, всю статистику электоральную и сможем, как бы, оценить вообще, каков был масштаб фальсификации и каковы истинные итоги голосования. Да, еще, может быть, я хочу... у нас мало времени по регионам. Да, коллеги, я немножко добавлю по статистике по регионам. У нас одновременно с Государственной Думой избиралось 27 региональных парламентов. Значительная часть этих регионов это регионы российского северо-запада и регионы, достаточно много регионов Урала и Сибири. Здесь картина следующая, ну, картина, конечно, отличается. Есть территории более благополучные, менее благополучные, но в целом на региональных выборах единая Россия выступала еще хуже, чем на федеральных в целом. То есть, когда в Тест-2 происходят два синхронных голосования, по одному из них единая Россия выступает еще хуже, чем по второму, понятно, это дополнительный аргумент по поводу того, что по одному из бюллетеней очевидно происходило максимально возможное натягивание результата, поскольку люди получали два бюллетеня с примерно одинаковым списком партии, зачастую с одинаковыми кандидатами во главе этих списков. И, соответственно, очень странно, что при этом голосовали, если верить по протоколам, с существенной разницей. Ну вот, несколько приведу примеров, они будут очень показательны, причем подчеркиваю, это данные в целом по регионам. Ну, в частности, Приморский край, это город Владивосток. Так вот, значит, если взять те данные, которые сейчас есть в системе газвыборы, Единая Россия в целом по краю на выборах в Заксобрание Приморского края только 34%. Это с учетом всех медвежьих углов и удаленных районов, где процент был там около половины. А вот в самом городе Владивостоке она там уступила существенно и КПДФ, но тем не менее, даже в целом по краю все равно получается только 34%. На втором месте КПДФ 23,6%, а УГПР «Росправедливая Россия» около 20%, то есть там 19% и доли десятых процента. Значит, это вот вам, пожалуйста, ситуация в Приморском крае. Кстати, аналогичная ситуация на выборах Госдумы у нас получается по Иркутской области, где Единая Россия, хотя формально там на первом месте по области, но проиграла выборы на территории самого города Иркутска, на территории города Ангадска, на территории города Братска и так далее. То есть крупные города, где нормальные контроли, где более образованный избиратель, Единая Россия просто не занимает даже первого места, а занимает где-то второе, где-то и третье место. Значит, дальше смотрим по регионам. Орловская область, Орловский областной совет, это уже европейская часть России. Единая Россия 42,8%, КПРФ 31%, Справедливая Россия 9%, ЛДПР 13%. Республика Карелия, северо-западный регион, значит, здесь Единая Россия 30,1%, на втором месте Справедливая Россия 22,2%, потом идет КПРФ 19%, ЛДПР еще 18%, и здесь прошло Яблоко, то есть у нас на вчерашних выборах впервые за много лет в трех региональных парламентах будет представлена партия Яблоко. Это город Санкт-Петербург, где Яблоко получило около 13%, это Республика Карелия, где Яблоко преодолел 7% барьер, и это Псковская область, где, возможно, данные еще подкорректируются, но по имеющимся пока данным Яблоко набирает чуть менее 7%, это означает, что по закону оно получает как минимум один мандат, как партия, получившая от 5 до 7% голосов, там возглавляет известный правозащитник Лев Шлозберг в список партии Яблоко, то есть соответственно там будет либо полноценная фракция, либо как минимум один депутат, то есть три региона, у нас за это Яблоко ни одной фракции в региональных парламентах не имела. Партия Правое Дело не прошла никуда в Московской области, она получила там 20 с лишним процентов голосов, но очевидно, что общая федеральная кампания партии Правое Дело помешала партии пройти в конкретный областной парламент. Хотел бы обратить внимание еще на два региона, где выборы проходили по полностью пропорциональной системе, то есть все депутаты избирались по партийным спискам. Вот так в Амутской области Единая Россия получила только 44% голосов, при том, что у нас в этом же регионе КПДФ получает 20, ЛДПР 21, Справедливая Россия 9. Это означает, что фактически в этом региональном надо посмотреть, поскольку там метод делителей используется, сложно оценить, но, грубо говоря, она где-то, если получит, то где-то примерно ровно половину мест, а может быть даже чуть меньше половины мандатов. И однозначно совершенно, что Единая Россия получает меньше, половины мест по законодательным собраниям города Санкт-Петербурга, где в случае, если смогут договориться между собой Яблоко, Справедливая Россия и КПДФ, то у них будет устойчивое большинство, и они смогут принимать в Захсобрании Петербурга все необходимые решения. То есть, по тому раскладу голосов, которые мы имеем, даже блокируясь с ЛДПР, Единая Россия в Санкт-Петербурге не сможет принимать решения в нужном объеме, не договариваясь с другими фракциями. Таким образом, мы видим, что на выборах региональных парламентов ситуация еще более сложная, еще более конкурентная, чем на выборах в Государственную Думу. На мой взгляд, это тоже очевидный сигнал, что мы имеем очевидные, осязаемые изменения политической среды, когда даже в условиях очень сильно зажатого политического пространства, когда в условиях даже недопуска массы кандидатов на выборы и нерегистрации новых политических партий, граждане все равно голосуют даже за ту альтернативу, которая есть, и в ряде случаев она собирает очень большие, осязаемые проценты голосов и выигрывает даже и по мажоритарным округам тоже. Поэтому, на мой взгляд, это говорит о том, что процесс изменения очевидно идет, и, на мой взгляд, не реагировать на это, игнорировать это дальше совершенно невозможно. Поэтому политическая система очевидна в тупике, правила игры предельно жесткие, в то же время мы видим, что Лилия демонстрирует свое очевидное недовольство происходящим в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова